В первой части фильма об отеле Paphos Gardens я рассказал про территорию, главный корпус, номерной фонд. А вот сейчас дело дошло уже и до объекта питания. Да, в отзывах туристы ресторан очень хвалили. Мы посмотрим, так ли оно все на самом деле. Это лучший официант ресторана, свободно говорить по-русски, это девушка из Болгарии. Если у вас не все включено, а у нас был только завтрак и ужин, вот вы здесь по таким ценам, которые вы видите, можете все, что вам необходимо докупить. Но вот цены в баре ресторана запредельные. Вино, которое в сетевом магазине стоит 2 евро, здесь 9,5 евро. Во время ужина все напитки, даже вода за дополнительную плату. И, наконец, завтрак. Вот запомните этого зверя. Этот зверь не прыгает на стол. Он затаивается на сиденье стула, в долю секунды высовывает свою мордочку на стол, быстро оценивая ситуацию. Хватает понравившийся кусочек и убегает. Это вор номер 2. Это очередной завтрак в отеле. Ну, вот тут вот пришли животные, относящиеся к хищникам. Ведь никому не подходят. А подошли именно к нам. А почему? Потому что мы в нарушении требований отеля. Один раз их покормили. За что менеджер зала подошел, нам сделал замечание. И все. Они нас вычислили. Вот у туристов у всех то же самое, что у нас. На столе у всех то же самое, что у нас. Но коты около нас. Но они не агрессивные, не такие, как на Зазибаре. Они, во всяком случае, хоть не кусаются, когда требуют пищу. Яйца на ветчине, фасоль, кукуруза, кашка типа овсяная, яички вареные, омлетик, сосисочки, картошечка, жареный бекон. Так, а это тут добавки к йогуртам. Берсики маринованные. Берсики, смотрю. Смесь фруктов. Два вида йогуртов. Два вида йогуртов. Овощи маринованные. Оливки. Зелень, мелень. Помидорки, огурчики. Брынза, которую ввалили, вот к ней какой-то соус прилагается. Не знаю, отравимся, не отравимся, но попробуем. Далее. Колбасочки. Надеюсь, не такие, как в Египте. Сырок, правда, одного вида говорили, несколько видов. Ветчинка. Дальше. Здесь готовят омлеты. А может просто делятся жареные. Черт-то не знает. Ладно, посмотрим. Здесь, что. Можно шутриться взять бесплатно. Кофе, какао. Какие-то джемы. Яблоки. Но у нас наши яблоки, Северный Синап, до сих пор в мае месяце, в конце мая лежат в погребе. Так свеженькие. Вот здесь грибфрут и апельсинчики. А вот тут, где должны находиться пирожные, уже все съедено. А время тут. Завтрак только начался. 15 минут прошло. Ну, надеюсь, что что-то поднесут. Во всяком случае, так обещали. Бар. Но с утра пьют только аристократы и дегенераты. Но непонятно, что здесь есть. А, стоп, стоп. Здесь самое главное. Здесь кофемашины. Вот Надя жарит тосты. Так, вот здесь можно выбрать различные виды кофе. А здесь соки. Я надеюсь, что это что-то. Оранж, миксфрукс, грибфрукс, вода. Надеюсь, что это все не юпи. Надеюсь, что на самом деле это мы определим чуть позже. Вот видите, внутренний зал. Здесь тоже можно сесть. Но народу никого. А этот внутренний зал сейчас я покажу. Вот там какая-то метла, видимо, для ведьмы. А вот так веселятся наши братья по вере. Которые, да, вот старинные предметы декора вот этого обеденного зала. Опять же, все с видом на бассейн. Вот мы пришли практически первыми на завтрак. Опоздали на 15 минут. Вот поэтому за 5 минут вот это было загружено. А теперь посмотрите, безобразие. В отеле Пафос Гарден работает только один официант. Уборщиков огромное количество. Они молодцы, территорию вылезают. А теперь посмотрите, что творится на раздаче. В период пандемии самим накладывать ничего нельзя. Но на раздаче работает только один официант. Опа! Появилась вторая официантка. Поэтому очередь из 30 человек превратилась в очередь, вот видите, какую. Поменьше, человек где-то 7-8. Вот маленький нюанс завтрака. Оказывается, вот этот весь сыр, он местный. И вы его в магазинах Кипра не купите. А в отеле он есть. Заключен договор с сыроварней. И вот два вида самого знаменитого сыра. Здесь присутствуют. Следующее. Вот это оливковое масло. Я более вкусного оливкового масла в своей жизни не ел. Более ароматного. Здесь, конечно, мы его описательно попробуем. Ну и еще одна фишка. Оказывается, что на Кипре растет на Красной Земле специфический картофель. А что нам вчера рассказывает вкусовод Тимур. Так вот, англичане, уходя с Кипра, заключили договор, что вот эта картошечка будет поставляться туда. 60 лет в Великобритании. Ну и, конечно, мы не применули воспользоваться возможностью продегустировать эту картошечку. Она действительно обалденного вкус. Ассортимент на ужин менялся каждый день. Ну, наверное, процентов на 30-50. Если вы пришли к началу ужина, то перед вами широчайший ассортимент сладостей. Каждый день разные. Ну, а вот это каждый день, скорее всего, одно и то же, с небольшими вариациями. Различные виды салатов, в том числе, бывают и салаты с морепродуктами. Опять же, большой выбор овощей, йогурты, соусы различные. Ну, мясо каждый день разное. То говядина, то баранина, то еще что-нибудь. А три раза за неделю давали креветок в каткляре. Ну и понятно, что есть кое-какие гарниры разнообразные. Так, мы сегодня прибыли не к концу. Есть бананы, какой-то мусс, тортик, пирожные, апельсины. Есть еще какой-то тортик, яблоки. Ну, отлично. Так, значит, здесь есть суп. Так, здесь сделаем мелень. Что-то из салата. Ну, в общем, это фактически тот же ассортимент, что и был утром. Опять йогурты, пасты какие-то, соусы. Ну, сегодня говорят баранина. Вот она баранина. Баранина обязательно, рис. Это что, рыбка, да? Нет, я не знаю. Попробуем. Хорошо. Вот, ну, типа курочки, тут что-то еще, картошечка. В общем, есть что-нибудь покушать. Каждый ужин на отдельном столе была то индейка, то говядина, то еще какое-то мясо. Вот еще один из вариантов сладкого стола. Какой-то из вечеров. Ну, есть что выбрать, конечно. Все вкусно. Желейку, скажи мне, поджелейку. Желейка из твоего детства. Вкус детства. Ха-ха-ха. Что здесь? Еще сразу дверь с веткой, что желейку. Вот тут желейка. А это что? Мус? Это, как говорят, мус. Ой, я поучу. Я нисколько не преувеличу, если скажу, что в ресторане этой трешечки готовят нисколько не хуже, чем в некоторых пятерках Турции и Египта. Оценка за ресторан 5 с плюсом. И повара, и официанты молодцы. Все туристы довольны.